Улицу Новогинскую уже окрестили курортным Бродвеем и прежде всего за своеобразное ландшафтное решение. Такой большой прогулочной зоны в центре раньше не было, а теперь это новая визитная карточка города, говорят сочинцы. Кстати, Новогинская уже вошла в экскурсионный маршрут пешей прогулки по Сочи. Поэтому к состоянию улицы сейчас пристальное внимание со стороны руководства курорта. В ближайшее время здесь обновят клумбы и газоны. Уже идет обрезка засосших веток у пальм. Придется исправить недочеты и подрядчику, который укладывал плитку. В некоторых местах она, как говорится, ходит. А некоторые коммерсанты, чьи павильоны находятся на Новогинской, за нарушение правил благоустройства будут наказаны рублем. Уже в 9 утра здесь немало отдыхающих, а вокруг торговых точек мусор. По каждому из этих объектов, по каждому, кто не убирает сегодня, принесете протоколы. Некоторые автолюбители почему-то до сих пор считают, что тротуары – это парковочные места. Но в администрации города уверены, скоро и этих водителей научат ставить свои машины, где положено. Полк ДПС, управление ГИБДД по городу Сочи работают очень сейчас хорошо. Мы это видим. Хорошо работают эвакуаторы. Я думаю, что скоро должно проснуться и самосознание. И, наверное, кроме самосознания еще и проснется то, что выгоднее все-таки парковать на парковке, а не бросать на улицах, чтобы потом эвакуатор увез. Это дороже в 10 раз. В целом, как отмечают сочинцы, город за последние месяцы стал более благоустроенным. Многие даже стали чаще ходить пешком, а также проводить свободное время в скверах и парках. Правда, есть горожане, которые считают, что, например, на набережной реки Сочи не все так хорошо, как им хотелось бы. Мало скамеек на набережной. Вот по этой стороне пройдешь. Слушайте, ну куда еще больше? Скамейки стоят через каждые 50 метров. Почти все свободные. Садись и отдыхай. А вот цветов действительно мало, считает Анатолий Пахомов. Ситуация должна измениться уже к старту курортного сезона. К его началу весь центр города должен стать безупречным. Этого потребовал от своих подчиненных Анатолий Пахомов. Помочь сделать город чище и ярче, а значит, еще более привлекательным для туристов могут и сами сочинцы. Выйдя на субботник 26 апреля.